Утагава Куниеси Красивых женщин, актеров, кабуки, кошек, мифических животных Он известен изображениями сражений легендарных героев самураев Его работы включали аспекты западной репрезентации в пейзажной живописи и карикатуре Я цитирую переводную Википедию Родился он 1 января 1798 года в семье красильщика Шул Очевидно он помогал своему отцу в бизнесе, дизайнеру, узору И некоторые предполагают, что этот опыт повлиял на его богатое использование цвета и текстильных узоров в принтах Говорят, что в раннем возрасте, с 7 или 8 лет, он был впечатлен гравюрами воинов Укея Изображениями ремесленников и простолюдинов Как они изображены в руководстве для мастеров И, возможно, они повлияли на его более поздние гравюры Проявил свои таланты в рисовании в возрасте 12 лет, быстро привлекая внимание знаменитого мастера гравюра Укея Тагава Той Куни Он был официально принят в студию Той Куни в 1811 году и стал одним из его главных учеников Оставался подмастерьем до 1814 года, после чего ему дали имя Куниеси, и он стал независимым художником Между 1815 и 1817 годами создал ряд книжных иллюстраций Разноцветные гравюры с изображениями актеров и воинов Кабуки Экспериментировал с крупными текстильными узорами и светотеневыми эффектами Характерными для западного искусства, хотя в его попытках было больше подражания, чем реального понимания этих принципов В 1820-х создал ряд героических триптихов, от которых проявляются первые признаки индивидуального стиля Получил крупный заказ в 1827 году на сериал «108 героев популярного Суикадена» или «Все рассказано» В этой серии Куниеси иллюстрировал отдельных героев на отдельных листах Нанося на своих героев татуировки, новшество, которое вскоре повлияло на моду эдоп Он продолжал создавать гравюры воинов, заимствуя большую часть своих сюжетов из военных рассказов Его гравюры с изображениями воинов были уникальны тем, что на них изображались легендарные популярные фигуры С дополнительным акцентом на снах, призрачных явлениях, предназнаменованиях и сверхчеловеческих подок Эти новые тематические стили удовлетворили растущий в то время интерес публики ко всему ужасному, захватывающему и причуду В конце 1840-х годов снова начал иллюстрировать гравюры актеров, на этот раз обойдя цензуру Или просто проявив творческий подход с помощью детских, похожих на карикатуры портрет у известных актеров кабуки Самым заметным из которых были в кавычках «каракули на стене склад» Отражая любовь к кошачьим, Куниеси также начал использовать кошек вместо людей в кабуки и сатирических гравюрах В это время он также известен тем, что экспериментировал с широкой композицией, увеличивая визуальные элементы и изображения для создания драматического преувеличенного эффекта С 1856 года страдал болезнями, было очень трудно двигать конечностями Говорят, что с этого момента в его работах заметно ослабло использование линий и общая жизненная сила Умер в возрасте с 63 лет, в апреле 1861 года в своем доме в Генья Дани Был превосходным учителем и у него было множество учеников, которые продолжили его отделение школы Утагава Среди наиболее известных были Иситоси, Иситора, Исиказу Его самым выдающим учеником был Иситоси, которого сейчас считают последним мастером японской филографии Ну вот так, вкратце из переводной википедии о Утагава Куниеси, который был одним из последних великих мастеров японской уикея стилей гравюры и живописи Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok